Что дальше можно делать с этой водой? Я хочу сказать, что я к Матушке Природе отношусь с большим пиететом и с большой благодарностью. Я стараюсь, мы вообще стараемся дома даже воду из-под мытья посуды не выбрасывать, не выливать. Мы ее используем или на полив, или на что-то другое. Полезное. Если, например, отходы кухонные, они идут в компост. И поэтому такая великая вещь, как вода с содой, я никогда ее не выливаю. Никогда. Я сейчас расскажу, как я ее использую. Но сначала я обращаюсь к девушкам, дорогим у нас в основном сегодня, пока нас смотрят женщины. Что происходит с нашим лицом после того, как вы прошли 15-минутную ингаляцию содовым паром? Я думаю, что вам известна эта методика, и вы наверняка у косметолога ее проходили. Там заумно называют эти методы, там используют специальные аппараты, при которых воздействуют на вашу кожу. Но, в принципе, там примерно тот же самый. Итак, после того, как вы прошли ингаляцию, и 15 минут ваша кожа, лица подвергалась повышению температуры, и все поры раскрылись, туда вошла сода, которая является природной частью нашего тела и нашей крови. То есть никакой химии, никаких кремов с какими-то добавками, ничего такого нет. Сода натуральная, она вошла в поры, поры открылись. Поэтому, что лучше всего в это время сделать женщине? Женщины, конечно, все знают. Это естественная, домашняя, натуральная очистка кожи лица. Для этого вы можете использовать любой пилинг. В качестве пилинга я, например, использую обыкновенную... Его называют... Одним словом, это абиус. Да, абиус. Вот. Овёс бывает двух видов, вы знаете, да? Я всегда использую только тот овёс, который содержит в себе ядра. Это тот овёс, который содержит в себе ядра. Вы знаете, что он есть двух видов. Один, и тот, и другой овёс обычно проходит, ну, его ролит, называется. Сейчас я вам скажу, как это. Раскатка. Его раскатывают. И один, и другой. Но только тот вид раскатки, который сохраняет в себе ядрышки, он нам нужен. Его можно кушать, и его можно использовать для косметики. А тот вид овца, который проходит раскатку, но до этого его режут и дробят. В нём ядрышки уже повреждены. Там нету зародышей. Вы, наверное, представляете, как это выглядит. Я сейчас вам покажу. Я не знаю, насколько это можно увидеть. Вот так вот выглядит ядрышко, с ядрышком, с ядрышком овёс, геркулес. Ну, его условно называют геркулес. А вот так вот, вот как порошок, как порошок, вот такие кусочки, выглядит овёс, который раздроблён и не имеет ядрышек. Почему это так сильно важно? Потому что если ваш овёс или утренняя каша, вот это поридж или утренняя каша, геркулес, вот как её по-разному называют, овсяная каша, а если вы её едите и делаете без ядрышек, то она не имеет никакой пользы для тела. Это всё равно, как я это говорю, одеяло пожевать и проглотить. Другое дело, если этот овёс сохраняет ядрышки, вот эти ядрышки зародышей, то тогда они вступают в взаимодействие с телом, и они дают вам психическую энергию. Я это заметила на птицах. А мы каждое утро кормим диких птиц. К нам прилетают и утки, и всевозможные птицы, именно все дикие птицы. Мы их очень привечаем, чтобы они нам помогали в борьбе с гусеницами. Они нас очень любят. Мы им всегда даём разную пищу. В основном это какие-то крупы, хлебушек и так далее. И вот когда мы им даём, попытались мы им дать вот эту вот дроблёную, резаную и раскатанную овёс, овёс, в котором ядрышки не сохранены. Они отказались это есть. То есть не ели. Умные птицы очень. А когда мы им просто сухой, вот эту сухую кашу даём, с сохранёнными ядрышками, вот здесь по-английски написано, с сохранёнными ядрышками. А выглядит оно, видите, очень трудно отличить. Но птицы очень хорошо сухают. Они это сразу съедают. Даже в сухом виде, даже водой можно не заливать. Итак, что я использую, например, для пилинга? Для пилинга я использую вот этот овёс, который с ядрышками. Я его промалываю до муки. Получается мука. И в эту муку добавляю каждый раз разный сок. Чаще всего морковку, или сок от огурца, или сок от помидора, от чего угодно. Это пилинг. И каждый раз после процедуры с содой, с горячей, с вот этой ингаляцией, сразу после этого лицо очень хочет, чтобы им занялись. И я делаю пилинг. То есть просто наношу на лицо вот этот овёс и через некоторое время умываюсь. Ну и, конечно, потом какое-то лучше всего нанести тоже натуральный крем. Я тоже натуральный крем делаю. Это вот к здоровью. Как это полезно? Теперь ещё один вопрос. Что нам делать с водой? Вот эта вода, здесь прокипячённый один литр воды, соды, это идеальное совершенно средство для натурального, естественного ухода за посудой. Если у вас есть бокалы стеклянные или хрусталь, или просто чашки из-под чая с каким-то таким налётом, может быть, достаточно вот это налить и оставить. Потом проходит некоторое время, вы ополаскиваете, и всё блестит, как новенькое, как будто оно было только что куплено. Любая посуда, фарфоровая, фаянсовая, глиняная, стеклянная, всё, ложки, и любая посуда, кастрюльки, всё. Вот этой водичкой, она чуть-чуть остынет, тёпленькая получается, водичка с содой, этим моется посуда. Здесь нужно добавить, что Елена Релих, когда писала про соду, и когда вознесённая владыка ей объяснила про эту соду, она сказала, как удивительно, что мы этой содой моем посуду, а оказывается, мы её должны употреблять внутрь. Почему я эту цитату вспомнила? Потому что раньше наши бабушки мыли посуду содой, и это было очень экологически правильно. А что сейчас происходит? У нас в Новой Зеландии, страна такая западного образца, в каждой семье есть посудомоечная машина. Если вы снимаете, арендуете домик, то в нём всегда встроена посудомоечная машина. Если вы покупаете дом, в нём тоже всегда есть уже встроенная посудомоечная машина. С одной стороны это удобно, но с другой стороны она моет посуду, только если вы туда насыпаете специальный химикат. Примерно лет 15 назад, когда был пик, но не 15, пик использования посудомоечных машин был, наверное, лет 30 назад здесь. А лет 15 назад прошла такая волна, что оказывается врачи в Новой Зеландии определили, что рак кожи и любой другой рак у людей возникает, когда люди с пищей принимают остатки химикатов от моечных средств. К ним относятся феррии, какие-то там целая линейка средств, которые моют и в холодной, и в горячей воде. Как говорят, капни два раза и поможут целую кастрюлю. И если вы прочтёте, в рекламах написано абсолютно-абсолютно безвредно. Ну вот это, конечно, не так, потому что врачи определили, что все моющие средства очень вредны. И поэтому сейчас в Новой Зеландии повально отказываются от посудомоечных машин и переходят на натуральные способы мытья. К ним относятся в частности сода, о чём я вам сейчас только что сказала, потому что вот таким одним литром можно перемыть всю свою старую посуду, она будет блестеть как новая. И она будет абсолютно экологически здоровая. Друзья, мне нужно заканчивать этот эфир. Если у вас есть какие-то вопросы, я вам с удовольствием отвечу. Моя сегодняшняя цель была поделиться с вами древними методами профилактики заболеваний простудных. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что речь идёт о профилактике, о поддержании своего состояния. Но речь не идёт об отказе обращения к врачам и об отказе от лечения теми средствами, которые современная медицина разработала и их предлагает вам. Нет, это не так. Речь идёт просто о том, что я с вами делюсь своим собственным опытом. Дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!